Белый город 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 движения, стены, украшенные витринами, отражающими перспективные изображения Баку-Белый город. Президент Ильхам Алиева и первая леди Мехребан Алиева ознакомились также с новым парком на пересечении улиц Центральной бульвара и Сулеймана Визирова, заложенном в западном квартале Бабека в Баку-Белый город, где завершились строительные работы и благоустройства. В соответствии с ландшафтным дизайном, специально разработанным для парка площадью 6800 квадратных метров, посажены различные деревья, создана детская игровая площадка. Здесь установлена композиция «Каспийское море» китайского скульптора Лю Янга, которая была представлена в рамках организованного фондом Гейдер Алиева в сентябре нынешнего года второго международного симпозиума скульпторов «Песня камня». В парке имеется общественный Wi-Fi, киоск с телефоном. Здесь установлено информационное табло, рассказывающее об истории Черного города, часы в современном стиле. На бронзовом памятном медальоне на поверхности земли представлена информация о квартале Бабека. Мозаичное панно на фасаде жилого здания по соседству с парком отражает своеобразный архитектурный стиль этого квартала. Президент Ильха Малиева и его супруга Михри Баналиева совершили автобусную прогулку для знакомления с кварталами на территории Баку-Белый город, где завершились строительство и благоустройство. Главы государства проинформировали о парижских домах в западном квартале Бабека, проделанной в квартале работе по благоустройству и озеленению инфраструктурно-коммуникационных работах. Здесь созданы все условия для удобства и содержательного отдыха жильцов. В кварталах имеются игровые площадки для детей, зоны зеленых насаждений, наземные и подземные автостоянки. Подходы к зданиям покрыты специальными настилочными материалами. На стенах зданий имеются щиты, отражающие название жилых комплексов, территория вокруг озеленена. Круглосуточно в центре внимания находится безопасность кварталов. Линии бесперебойного обеспечения электроэнергии, воды, газа, канализации, интернет и IPTV проложены соответствующими структурами на основании генерального плана Баку-Белый город и с высоким качеством. В рамках строительства и реконструкции также завершились ремонт и асфальтирование на улицах Сулеймана Визирова, Центрального бульвара и первые улицы фонтанов, а также семи малых пересекающихся улицах. На улицах общей протяженностью 3,5 километра сооружены стоки для дождевых вод, установлены осветительные опоры, дорожные знаки, скамейки, контейнеры для отходов и посажено более 2000 деревьев. Старые деревья, оказавшиеся на территории строительства, перенесены в новые места. Названия улиц, в связи с вывешенными на зданиях щитами, продублированы каменными знаками на тротуарах, установлены дорожные указатели, сориентирующие информации. В соответствии с принципами городостроительства, впервые построены возвышенные переходы, указывающие на преимущество пешеходов, установлены подъемные рампы, а также предусмотрены специальные места паркинга для автомобилей. Завершились строительные работы на первой улице фонтанов. Подошли к концу фасадные работы в первом здании, построенном в современном стиле на площади фонтанов. В отличие от домов, в парижском квартале расположены и здесь жилые здания, построены в современном архитектурном стиле, что обеспечит разнообразие архитектурных стилей в Баку-Белый город. На пересечении улиц центрального бульвара и фонтанов создан парк, установлены уличные часы. Имеющиеся здесь скульптуры и вековые декоративные оливковые деревья придают красоту этой улице. Улица фонтанов в протяженности 1 километр и шириной 32 метра протянется от центра Белого города до проспекта Нобеля, а оттуда до прибрежного квартала. Во время автобусной прогулки президенту Ильхамалиеву и его супруге Мехребан Алиевой также была предоставлена дополнительная информация о кварталах, сданных жителям в 2016 году. Президент Ильхамалиев был проинформирован о работе, выполненной в 2017 году и намеченной на 2018 год в рамках проекта Баку-Белый город. Было отмечено, что на основании распоряжения президента соответствующие структуры продолжат осуществление инфраструктурных и дорожных работ. Предусмотрено завершение строительства улицы Центральный бульвар до проспекта Нобеля, реконструкция улицы Сулеймана Визирова до проспекта Бабека, строительство дорог шириной 37 метров от проспекта Бабека до центра Баку-Белый город и подземных коммуникаций. Продолжаются строительные работы в комплексе парка площади фонтанов, подземного перехода и общественного паркинга, фундамент которого был заложен в прошлом году. В парке, окруженном семиэтажными жилыми зданиями современного стиля, спроектированы фонтаны, состоящие из трех групп. Специальная детская площадка, ландшафт со специальным дизайном и автостоянка на 760 мест. Сдача парка площади фонтанов, территория которого превышает 1 гектар, запланирована на следующий год. В комплексе Найтс Бридж, расположенном недалеко от одного из старейших парков города, парка Низами, спроектированы жилые здания, бизнес-центр и школа. Сегодня в комплексе продолжаются строительные работы, здесь уже завершается строительство первого здания. Оригинальный архитектурный стиль здания и ландшафтный дизайн придают проспекту Нобеля особой красоту. Глава государства был проинформирован о проектах школ, которые планируется построить здесь и в других кварталах, отведенных для них территориях. Проекты здания в оригинальном архитектурном стиле, которые будут построены вдоль проспекта Нобеля и составить деловой квартал, разработаны всемирно известным архитектурным бюро ЮЭН-студия. Выходы метров направления площади, которая будет находиться в центре здания, комплекса Найтс Бридж и парка Низами, обеспечат транспортное сообщение данного центра с другими районами города. Глава государства также был проинформирован о проектах школ, которые планируется построить здесь и в других кварталах, и отведенных для них территориях. Проекты здания в оригинальном архитектурном стиле, которые будут построены вдоль проспекта Нобеля и составят деловой квартал, разработаны всемирно известным архитектурным бюро ЮЭН-студия. Выходы метров направления Заман, мейдана которой будет находиться в центре здания комплекса Найтс Бридж и парка Низами, обеспечат транспортное сообщение данного центра с другими районами города. Построенные здесь выходы метру одновременно обеспечат пешеходный переход, соединяющий северную и южной части проспекта Нобеля. А красивый пешеходный мост, который будет возведен над проспектом, соединит север и юг Баку-Белый город и станет новым символом проспекта. Мост протяженностью 237 метров протянется до торгового центра, который будет размещаться в прибрежном квартале на юге до проспекта Бабека через площадь фонтанов на севере. Так пешеходы смогут воспользоваться пешеходной прогулочной аллеей протяженностью 2 километра от расположенного на севере проспекта Бабека до бульвара Баку-Белый город по мосту через центральный парковый район и площадь фонтанов. Зона прогулок и озеленения шириной до 20 метров до проспекта Нобеля также будет иметь большое значение и обеспечит удобство пешеходов. Интеграция Баку-Белый город, дорожно-транспортную сеть столицы, его сочетание с жилыми массивами, расположенными на западе проектной территории и дорожной сетью, а также продолжение соответствующих дорог в восточном направлении, создание связующего проспекта шириной 65 метров, соединяющего проспекты Нобеля, Бабека и Гейдар-Алиева, которые считаются основными транспортными артериями города Баку, а в дальнейшем новую бульварную дорогу обеспечит устойчивое развитие данных территории. Президент Ильхамалиева, знакомившись с работой, проделанной в Баку-Белый город за минувший период, мерами принятия которых намечены на предстоящие годы, дал поручения и рекомендации.